Псалом одиннадцатый. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси Господь, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, устальстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все устальстивы, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь отрода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом двенадцатый. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец. Доколе будешь скрывать лице твое от меня. Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною. Презри. Услышь меня, Господи, Боже мой. Просвети очи мои. Да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Псалом тринадцатый. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились. Совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились. Сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Псалом 14, Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Кто не клевещет языком Своим, не делает искреннему Своему зла и не принимает поношения на ближнего Своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Бога славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15, Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь, мой. Благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияния их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в ваде и не дашь святому Твоему увидеть тленя. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей пред лицем Твоим Блаженство в деснице Твоей вовек. Притчи, глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранить сердце Твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат Тебе. Милость и истина, да не оставляют Тебя, обвяжи ими шею Твою, напиши их на скрижале сердца Твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа, и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела Твоего и питанием для костей Твоих. Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем приближающимся к ней, и ничто из желаемого Тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди, приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.